Марина, расскажи, пожалуйста, в двух словах, чем ты занимаешься сейчас? В чем вообще, как выглядит твоя деятельность, что ты делаешь? Ну, в двух словах, потому что более подробно еще буду спрашивать чуть позже. Ну, ты уже все про меня упомянула в двух словах. Я работаю сейчас действительно в фонде Зукова, это в Германии, Грайсвельц, восточная Германия. И там находится, ну, не побоюсь этого слова, всемирно известный Грайсвельцкий болотный центр, который занимается именно охраной и изучением болот. Я туда побаловалась совсем еще недавно. И я там работаю сейчас в одном из проектов. Еще один проект по болотам, конечно же. Еще один проект мы пишем. Ну, а кроме того, у меня еще есть время, так сказать, на деятельность по интересам. То есть я еще в нерабочее время занимаюсь таким научным, более научным изучением болот. И надеюсь, что мне удастся, может быть, поступить в аспирантуру в ближайшем будущем, чтобы изучить белорусские болота. Потому что, ну, все равно как-то тянет. Тянет сюда. А ты, получается, большую часть времени находишься в Германии? Ну, в последнее время так получалось, да. Расскажи, с чего ты начинала свой исследовательский путь? Как ты вообще пришла к тому, что ты захотела изучать болоту? Я через аховы птушек-батькушину пришла. Я поэтому тут и так интересуюсь, а кто тут и за аховы птушек, так сказать, свои. Началось это еще в лицее, давно-давно, в старших классах. Я вообще училась на экономическом. У меня первое образование тоже экономическое. Первое, имеется в виду, три года это я училась в Варшаве. И я пошла на кружок, будучи экономическим студентом, скажем так, в лицее еще, на кружок парнитологии. И первое моё научное исследование касалось влияния охоты на рыбхозах юго-запада Брестской области. Такое было сложное, длинное название. На птиц, влияние на птиц. И мы тогда с Финчаковым Виктором Александровичем, наверное, может быть, многие, может быть, кто-то знает его. Это были мои такие первые увлечения. И даже Даша научная работа, помнится, там занимала какие-то места на республике, на области. Это было очень интересно. Это было просто захватывающе по сравнению. У меня в семье никто никогда не занимался ни природой, ни там никогда не связано было ни с какими-то такими интересными вещами. Поэтому это был такой первый шаг. Потом, конечно, пошла охова, птушек, батька, потому что где были эти лагеря, выезды, палатки, походы. И очень вообще меня расширило кругозор. Про Беларусь много узнала, с людьми познакомилась, с которыми я дружу уже 15 лет. И вот так. Но потом я пошла учиться. Да, то есть можно стать болотоведом без образования. Вот с чего вообще, если ты хочешь стать болотоведом, то как им стать? Куда идти? Можешь какие-то дать советы? Чтобы стать болотоведом. Да, ну что нужно сделать? Ну да, и в Беларуси в том числе. И можно ли там изучать болото без образования, например? Изучать, конечно, можно. Собственно говоря, образование-то и есть процесс изучения чего-то. И где, куда пойти в Беларуси, я не знаю. Я же из Бреста, поэтому мне ближайшим крупным городом, кроме Бреста, вообще была Варшава. И я туда подалась. Не знаю вообще, что и как. И там попала в группу, которая занимается исследованием болот. И это мне очень-очень сильно изменило вообще мое восприятие, наверное, этой экосистемы. Просто было очень интересно, очень интересные люди. И потом, в ближайшем будущем, после того, как я уже начала учиться, это был факультет по управлению окружающей среды. То есть не такое, не стриктое болотоведение. Я попала на экскурсию IMCG, International Maya Conservation Group, то есть международная группа по сохранению болот, которая была как раз в Беларуси. И тогда собрались тут, ну, вообще там, все ученые мира, там, из Австралии, из Европы, из Америки, из Африки. Просто все-все-все приехали в Беларусь. И мы все вместе ездили по болотам, их смотрели. Ну, из Беларуси, конечно, тоже была она из представителей нашей Академии наук, там, Института природопользования. Ну, и за эти две недели, это, конечно, это был вообще просто взрыв информации, это просто столько всего я узнала. И после этого же мне... Я поняла, что чем другим я заниматься не буду. Так что... Чем повлияли люди, наверное, с которыми я просто попала на болото. А, хорошо, расскажи, из чего сейчас состоит твой рабочий день в офисе, например, или там, или где ты как-то работаешь, когда за компьютером. Это как первая часть. И вторая часть, если ты выезжаешь на болото, то чем конкретно ты там занимаешься. Ну, то есть, с чего там начинается утро, обед и вечер. Но если это можно как-то структурировать, или хотя бы просто примерно, как это выглядит. То есть, как бы такая профессия болотовед. Что он делает? Вообще, у меня должен созвать свой научный сотрудник сейчас в этом фонде Зукова. И фонда Зукова – это такая организация, которая является... Как это сказать? Она науку переносит на практику. Это тесное сотрудничество с Грайсфордским университетом. И мы то, что там Грайсфордский университет научно доказал, изучил, мы это стараемся применить на практике. Например, это вторичное заболачивание болот, которое в Беларуси, кстати, очень-очень развито. Но у нас скорее восстановление водного режима болот. Это немножко там... Немножко разные вещи. Ну и также использование болот в мокром виде. То есть, так называемое болотное растеневодство или полуди культура, полуди калчур. По-английски это называется. Ну а как мой день начинается? Вообще все завязано на каких-то на проектах, конечно, и на грантах. Это как бы за западной границей. Государственные и общественные вообще все организации существуют исключительно в проектном режиме, скажем так. То есть, на любое исследование пишется проект, какая-то идея, на это ищутся финансы, и поэтому потом это реализуется. Соответственно, я сейчас работаю в проекте, который называется «Петрус». Это немецко-российский большой проект по восстановлению болот в России. Моя задача там... Я немножко использую свои экономические знания, которые я получила когда-то в начале своего образования. Экономическую оценку восстановления болот, то есть выгодно ли, в принципе, заболачивать эти осушенные огромные площади болот, которые в России вообще начали активно заболачивать после 2010 года. Не знаю, может, многие из вас... Может, кто-то из вас помнит, когда там вся Москва была в дыму, пожары были вокруг. И это... После этого действительно случился там сдвиг какого-то понимания, наверное, что надо что-то с этим делать, что просто эти сухие болота не могут так стоять, поскольку это такие пустыни горящие. Так вот, я вот в этом проекте занимаюсь экономической оценкой. Кроме этого, мы написали проект по бассейну реки Ньоман, это включая Беларусь, Литву, а также Польшу и Россию, Калининградскую область. Еще пока не знаем, или этот проект будет поддержан, мы получим финансирование, и тогда мы бы хотели заниматься восстановлением болот в этом бассейне этой реки. Но не только восстановлением, но и там развитием полудикультуры. То есть не чтобы просто их вывести из сельскохозяйственного использования или какого-либо другого использования, а чтобы их использовать дальше, но в мокром виде. Это существенно для болота. И, например, выращивать там просник, рогоз или сфагновым хит, зависит уже от типа болота. Но сейчас развивается такой рынок в Европе довольно активно. Некоторые виды болотного растеневодства уже экономически себя доказали, оправдали. То есть это экономически окупаемое производство. Но пока что еще все равно много есть нюансов, много таких проблем с которыми сталкиваются. Все-таки это что-то новое, непонятное еще. Например, делают из тростника это какие-то утеплительные материалы для спрестроительства. Ну, я уже не говорю там про крытие крыш. Это уже такое, многие, может, даже в Польше видели, когда просто... Ну, там от Бреста недалеко, там многие дома крыты, крыши, соломенные крыши имеют, такие уже новомодные. Ну и сфагновые мхи – это просто замещение торфа, который используется для выращивания... Для выращивания в теплицах вот этих всех растений. То есть им надо какой-то субстрат куда посадить. И для этого используется очень хорошо этот торф. Закрытая крыльевая система? Наверное, да. Что-то такое. Поэтому она использует торф – это не экологично, скажем так, двумя словами. Потому что это ведется к эмиссиям парниковых газов. Понятно, для этого надо осушить болото, чтобы его добыть. И ввели что-то на другие проблемы, потом они могут гореть, изменяется климат местный и так далее, и так далее. Ну а вот если выращивать этот сфагнум, это получается как такое именно сельскохозяйственное практически выращивание. Его можно там каждые пару лет собирать и использовать вместо этого торфа такой вот свежий субстратный... Не торф, который накапливался тысячами лет, а буквально вот свежевыращенный сфагнум. Вот, но... А в поле? А, ну это был вопрос про офисный день, да? Да, да. А в поле это скорее уже такие сейчас у меня... То, что мне интересно и чем я бы научно хотела бы заниматься, это экогидрология, экохидрология. Это по исследованию вод на болоте, то есть как это связано, как это влияет на режим грунтовых вод, откуда они поступают, почему какого качества, и почему там что растет, и как ими управлять, если это необходимо. Например, у нас известная болота Званиц, наверное, вы знаете, это самое крупное местообитание вертлявой камышовки в мире. И оно, да, и оно сейчас в таком состоянии немножко... Явно что-то происходит там не то. Его очень уже много лет пытаются, лет 20 уже пытаются восстановить, но там все равно тростник дальше идет, дальше кусты. И, возможно, вы слышали про выжигание болот, про кошение болот, что вот открыть, поддерживать его в естественном открытом состоянии. И вот мы на прошлой неделе на Званце были, Ксюша знает, приезжали. Удалось собрать вообще это, конечно, я такого еще не помню, для чтобы для одной территории собрались просто по-английски бы я сказала extraordinary, то есть выдающиеся люди болтоведения и все вместе с нашими, с нашей Академией наук, то есть там были представители тоже Беларуси, думали, что же делать дальше. Ну и мы там сделали такие революционные, можно сказать, открытия. Никто не думал, что оно такое, а оно другое. Если вам интересно, я могу, конечно, поболее подробно, но не знаю, насколько в эти детали стоит вдаваться. Но вообще низинное болото, это такое не там, где сфагнум, да, там, где более высокая растительность, какие-то осоки, тростник, это тоже вполне натурально могут быть, тоже деревья какие-то встречаться. И вертлявая камышовка любит, чтобы деревьев этих кустов было немного, то есть чтобы там был довольно такой разреженный тростник и в основном осока. Но это болото очень сильно стало в последнее время зарастать. И в нем очень много, всегда это называлось минеральные острова. Минеральные, это значит, они не из торфа. И вот мы пришли туда вот этой нашей группой и сделали первое бурение. И тут был просто вообще научный, наверное, какой-то восторг, потому что все оказалось не так. Оказалось, что эти острова совсем не минеральные, они из торфа, но очень сильно разложившегося. И сейчас такая у нас предположение, то есть это было буквально два дня исследования, конечно, много еще там надо будет досчитать и доделать. Очень сильно болото уже изменилось, оно уже совсем неестественное, ненатуральное такое, как это было когда-то, и оно уже опустилось на метр, метр, метра два, возможно. А после того, как прокопали каналы, Днепробукский канал соединили два бассейна, Черного и Балтийского моря соединили реки, и еще прокопали два канала, чтобы питать вот эту водораздельную часть с юга. И получилось, что это болото окружено каналами. Эти каналы, конечно, стали с этого болота очень много воды стягивать, и торф не столько разложился, сколько он просто очень сильно осел, когда из него вода сошла. Он очень сильно осел, и уровень его значительно опустился. Ну, а там уже начинаются другие совсем химические, биологические процессы. Соответственно, там проще деревьям расти, тростник получает больше питательных веществ, потому что торф частично разлагается и так далее, и так далее. Но что было тоже интересно, что это болото когда-то точно питалось грунтовыми водами, то есть там были источники подземного питания, потому что мы нашли кальций на островах. Вообще, когда выходишь в такое место один и не имеешь много опыта, то можно многого не заметить. Но когда идешь с людьми, которые имеют уже колоссальный опыт и знания, вообще каждая милость имеет свое значение, и это все потом складывается из пазлов, в какую-то историю вообще 10 тысяч лет, как развивалась вся эта территория. Это захватывающе. Я буду писать отчет по этой встрече, и все комментарии, все дискуссии, все будет собрано воедино. Плюс вот эти трофейные профили, которые мы брали, они будут более тоже детально изучаться, плюс запланировано дальнейшее научное изучение этого болота. И надеюсь, что получится сделать такой более крупный исследовательский проект именно между Белоруссией, Германией, Польшей и, возможно, Голландией, чтобы понять все-таки, как оно действительно функционировало и как можно его поддержать, потому что редко на каком болоте обитает 25% мировой популяции одного вида какого-то. То есть это действительно такое болото, важное в сохранении биоразнообразия. И очень многое про него неизвестно. Как вот оказалось, уже столько лет вроде бы его изучают, изучают, и никто не знал, что эти острова совсем не минеральные, никто не знал, что оно питалось все-таки грунтовыми водами, никто не знал, что как делать дальше. Там, конечно, были свои попытки его сохранить, такие, такой скорой помощи. Но, возможно, придется авторично заболочить все окружающие осушенные территории, чтобы его сохранить. И мы постараемся тоже это сделать, какой-то сделать проект, чтобы это было экономически выгодно, чтобы это не было просто для охраны природы, как это все-таки в Белоруссии это еще трудно финансируемое мероприятие, скажем так, чтобы это имело экономические какие-то свои поддержки и стимулы. А что самое сложное в твоей работе? Сейчас у меня трудно из-за того, что я живу в Германии. Это довольно сложно, учитывая, что все-таки у меня здесь в Белоруссии семья, в смысле, мои родители. В Германии у меня дочь, которой пришлось поехать за мной, муж, который работает в Белоруссии, и мы постоянно ездим друг к другу в гости. А, может быть, можешь поделиться сейчас на такой ноте про какие-то смешные или грустные истории из твоей следовательской практики? Где-то в поле, может, что-то случилось, там, веселое или очень грустное. Или просто какая-то эпическая история. Комары? Нет, вот даже не пришли в голову. Я сейчас что-то так началась, думаю, что же такого было. Комары? Я не знаю, мне кажется, что они меня не любят. Комары. Может, я их не замечаю, я не знаю. Ну, просто стоит одеть рубашку с длинным рукавом, и там длинные брюки, и, как бы сказать, уже почти все защищено от комаров. Поэтому, что там комары на болоте, это все решаемо, скажем так. А змеи там есть? Обязательно. Живы в основном, да? Всякие есть. Ну, это повезет. Если бы встретить, это надо, чтобы повезло. Вообще, встретить какое-то дикое животное, это надо, если получается, то это день удался. Вот. Интересно всегда радует встреча, конечно, лоси, которые там удается посмотреть лосей с лосятами, с маленькими, как они там ходят. Мы, конечно, с биноклями, там тоже считать вертлявую камышовку или просто какие-то исследования. Так что случаются не раз вещи, когда удается провалиться, например, зимой в болото, в смысле, в воду по пояс. И как дальше? Когда проваливаешься. Вылезти. Нет, на самом деле, замерзнуть невозможно, пока идешь. Просто надо дойти куда-то и переодеться, вот и все. Поэтому, а пока идешь, то в мороз замерзнуть мокрыми ногами довольно сложно. Мне, по крайней мере, не получалось. Заблудиться. Заблудиться на болоте? Да. Я думаю, что если постараться, то можно. Ну, на некоторое время. Но все равно огромных таких болот. У нас самый большой болотный комплекс – это вот Альманы на юге. Я думаю, что там много островов. Ну, там, наверное, можно наверняка заглудиться. Но лучше ходить с GPS-ом. Тогда быстрее выйдите. GPS помогает. Ну, или с комплексом. Ну, а на маленькие болота там же видно, в какую все-таки. Болото – это открытое болото. Это же как бы просматриваться до горизонта, и можно увидеть, в принципе, в какую сторону идти. А какое у тебя любимое болото? И почему оно твое любимое? И есть ли оно вообще? Несколько, наверное. Ну, и это связано с тем, что когда какой-то новый объект, болото, ты начинаешь изучать, собирать про него информацию. Как сначала, конечно, обзор литературы. Туда ходить, начинать какие-то делать исследования. И чем больше узнаешь про что-то, тем больше это любишь. Он уже такой становится родной. И поэтому у меня на данный момент три, наверное, таких самых болот. Где я писала свою дипломную работу, это в Польше. Это Бибжанский национальный парк. Багновавки. Это, наверное, самое крупное место обитания вертлявой камышовки. Там находится в Европейском Союзе. Мы тут совсем недалеко, в принципе, от границы. Но в Беларуси это звонец, потому что я последний год очень много про него читала, узнавала и там собирала данных. И, наверное, третий – это болото дикое в Беларусской Пуще. Это всего лишь потому, что там у нас недалеко есть такой домик дачный. Дачный. Удачный-удачный. И оно такое родное просто около дома. Ты в нашем интервью у нас на сайте упоминала, что ученому нужна свобода. Это очень важный аспект в изучении любой деятельности. И можешь поделиться. Я думаю, что они все читали. Почему ты так считаешь? Как ты пришла к такому выводу? И про свой опыт, наверное, как ты в Варшаве, где ты училась. Суббота, прежде всего, я имела в виду какое-то, наверное, отсутствие такого шаблонного мышления, каких-то повторений, повторений, просто повторений того, что там где-то прочитано. Избавиться от каких-то стереотипов и вот таких вот границ выдуманных. И думать широко. Потому что, ох, когда я прошла учиться в Польше, мне было тяжело после... Я закончила лицей с золотой медалью. Я была такая белорусская отличница. Я прям вот все знала, все умела. И тут я пошла учиться вот совсем рядышком за границу. И оказалось, что я не умею думать. Я умею очень отлично повторять все по правилам. Я там вот все вот... Такая повторюшка очень хорошая. А когда мне говорили, вот сделай это, я говорю, как? Дайте мне пример. Они говорят, вот сама придумай. Вот ты сама должна решить и это сделать. Поэтому сначала было очень сложно. Я до сих пор считаю, что я этому все еще учусь. И не могу на уровне своих коллег, которые имели все-таки такое другое образование, думать, скажем так. Но это очень интересно. А в Польше мне тоже повезло. Не знаю, может быть, не все польские преподаватели настолько продвинуты. Но мой профессор-преподаватель учился в Голландии. Соответственно, он еще из более больнодумной страны, где вообще все можно. Думать можно в любую сторону. И болото может начаться не сверху, а снизу, не снизу, а сверху. И вообще, в общем, никаких границ не было. И была очень... Обстановка такая свободная. Не было никогда никакой такой иерархии. И любой мой... Хотя я была совсем вообще... И я, собственно говоря, еще считаю, что я еще и есть совсем новичок в этом деле. Всегда выслушивается мнение. Всегда с каким-то интересом. И я даже сказала, даже с большим интересом. Потому что, ага, ты новенькая, ты можешь сказать, что такое... До чего мы тут вот сидим и уже таким... Как бы проканаленными своими мыслями думаем. А то такой свежий взгляд. И всегда обсуждали, всегда критиковали друг друга взаимно. Поэтому это очень интересно. А если сравнивать опыт белорусских исследователей и немецких, то, может быть, ты можешь привести примеры или раскрыть эту тему, чем отличаются подходы в исследованиях в Белоруссии и в Германии? Ну, Германия богаче. И этим, наверное, много... От этого многое зависит. Хотя бы потому, что у этих людей, немецких ученых, вообще людей, возможности гораздо больше есть ездить и смотреть в разных местах. И в том числе оборудование, возможность каких-то проектов, постоянные конференции, обмены опытом. И все это, вот этот весь огромный опыт и знания, это, конечно, вот это вот все и складывается на такого вот ученого. А у нас мне приходилось слышать в Беларуси, что, например, там, я знаю про болото все. Что, мне кажется, просто невозможно. И, наверное, это связано с тем, что у нас нет возможности посмотреть, насколько они бывают разнообразны, в принципе, в мире. Да и в Беларуси, собственно говоря. Чем они еще отличаются, так думаю. Ну и, конечно, отсутствием тоже вот этой иерархии. Очень свободно и дружелюбно можно дискутировать на тему, на любую. Можно не соглашаться, и это не называется конфликтом. Вот это мне очень нравится. Такой каверзный вопрос. О чем умалчивают белорусские исследователи? Ну, может быть, о болотах. То есть, может, есть что-то, о чем никто не говорит и не пишет? О чем нельзя почитать, может... Нет, о чем нельзя говорить. Есть ли вообще такое? Может быть, и нет. Может, и нет. Может, и об этом помолчите. Я думаю, что... Ну, с одной стороны, не может быть, вы знаете, в Беларуси очень много болот, которые используются в сельском хозяйстве, в таком, например, под картошку, под кукурузу. В лучшем случае это луга. А если болото осушено и еще и пашется, оно очень быстро исчезает. Просто в прямом смысле слова исчезает, уровень значительно опускается, и потом там будет просто остается либо торф, который уже изменил физические и химические свойства настолько, что на нем невозможно ничего не выращивать, он не держит воду, либо просто он пропадает так, и там остается песок, подстилающий минеральный грунт, по которому тоже ничего не сделать. И просто такие неэффективно осушенные территории, огромные площадя есть. И про это нет, что умалчивают. Про это есть много литературы, белорусской литературы. Еще в советские времена писалось, что это сухое болото не быть не может, что это неэкономически неэффективно, это плохо и так нельзя. Однако оно почему-то до сих пор так делается, и не только в Беларуси, что удивительно. Хотя в соседней Польше как-то вот ему удалось, там был профессор в 70-х годах, который добился того, что в Польше болото не используется под пашней. То есть там только, если уже оно усушено, то оно усушено настолько, чтобы там был лук. Это как бы минимальная, так сказать, самая устойчивая форма использования болота. В таком виде оно может, гораздо медленнее оседает, и может прослужить, если уже сказать таким словом, гораздо дольше. И с одной стороны, я бы сказала, тоже лагерь, наверное, такой белорусский, он тоже разделен. С одной стороны, да, есть, которые над этим долго бьются, а есть другие, которые утверждают, что нет, нам нужны эти осушенные торфянники, мы будем там дальше сажать картошку, потому что, а мы сейчас еще перемешаем с песком, оно будет там еще эффективнее, там как-то, но это все только, ну это мышление в границах, я не знаю, в ближайших 5-10 лет. Потому что через 20 лет это будет просто пустыни, с которыми будет вообще неизвестно, что делать. И это огромные площади на Полесье. Поэтому, я с Полесье, у меня Полесь еще ближе всего. А если мы вот говорим про восстановление болота, сколько времени нужно, чтобы восстановить там какую-то часть болот? Мне кажется, у нас немножко используется с преувеличением слова восстановить болото, очень везде постоянно об этом пишется, у нас на самом деле очень много восстановленных болот, но по-английски это довольно четко разделяется, есть restoration, что есть восстановление, есть re-wetting, что значит вторичное заболачивание или просто намочение. Можно восстановить гидрологический режим болота, относительно, попробуйте восстановить, то есть перекрыть каналы, чтобы там больше оставалось воды, чтобы оно оставалось мокрым, но восстановить все функции болота до осушения вот в перспективе человеческой жизни даже нескольких поколений невозможно. Вот восстановить болото в его исходном состоянии. Еще раз повторю, мы пытаемся во время восстановления восстановить какие-то функции болота, но не всю экосистему, как болото, это невозможно. Через несколько тысяч лет оно, возможно, будет опять таким хорошим болотом, как было, но не раньше. А чем ты занимаешься в свое свободное время, помимо изучения, будет листья у тебя какие-то другие деятельности или хобби, или что ты любишь делать, когда у тебя выходной? Ну, в общем, оказалось, что нет выходных. Если любимое дело, то они выходные. Это и дело, когда есть фраза, что найдите любимое дело, и вам не придется работать. Да, вот это вот, это случайно. Надо вообще делать то, что нравится, потому что иначе это будет какое-то мучение, как-то ходить на работу, а потом истреждать выходного, чтобы уже заниматься любимым делом. Так нечестно, пять дней мучиться, и два дня только радиться. Поэтому сейчас я вообще никогда не думала, что занимаясь болотами, можно очень много, придется очень много ездить. Я сейчас, как вы видели, пришла сюда с чемоданом, потому что я проездом. Я проездом. У нас сейчас был семинар в Калининграде. У нас, я имею в виду, но мы же, нет, я должна оправдаться, потому что я оттуда, используя ресурсы там, занимаюсь, постараюсь заниматься белорусскими болотами, тоже сейчас русскими, польскими, но это все условные разграничения все-таки, мне кажется. И только благодаря вот тому, что, наверное, удалось там познакомиться с этими людьми, нам удалось собрать такой очень интересный совет на Балтизване, в том числе, и вот эти многие проекты исследовательские, и практические проекты, это все тоже результат каких-то знакомств и сотрудничества с другими странами. А я хотела спросить, вот какие ноу-хау ты там, пилотные проекты увидела, например, которых нет здесь, вот, например, там по пересаживанию растительности, например, мох там, да, или еще что-нибудь такое, вот, что тебя поразило? Ну, это вот это, наверное, что болотное растеневодство или полуде культуры, полуде калчуры. Ну, Грайсельский университет очень активно занимается этой темой, это вот именно с целью, потому что, как бы так, такую маленькую, короткую предысторию, что болота осушались в основном по трем направлениям, используя в сельском хозяйстве, для добычи торфа, либо для вращивания лесов. Вращивание лесов практически сразу оказалось, что там деревья растут не лучше, а там оно только чаще горит, это вообще пороховая бочка такая остается. Для добычи торфа, ну, сейчас не очень актуально, когда у нас дешевый, относительно дешевый газ, и это гораздо удобнее и выгоднее, чем осушать болото и топить этими брикетами, хотя можно использовать еще для теплиц. И вот, чтобы заменить использование торфа в теплицах, придумали, я уже немножко упоминала про этот сфагнум, выращивать сфагнум на уже нарушенных торфяниках, поднять уровень воды настолько, чтобы создать оптимальные условия для этого сфагнума, чтобы он очень быстро рос. И тогда можно каждые там два года собирать не осушать его и не забирать вот этот торф, а просто собирать верхний сфагнум и использовать его вместо такое замещение, торфозамещение, скажем так. Это про верховое болото. На низинных болотах, ну, там очень хорошо растет на таких нарушенных низинных болотах тростник, рогоз. Это такие, наверное, сейчас самые перспективные направления использования, потому что это большой объем биомассы, который можно использовать, опять же, делать из нее какие-то пилеты, брикеты использовать как топливо. Можно из этого делать более долгосрочные, долговечные материалы строительные, изоляционные, утеплительные, кровельные. Это из чьего-то опыта, или вы это так предполагаете? Нет, это все исследования, которые уже длятся около 15 лет. Я говорю сейчас про болото, это прежде всего на болотах уже нарушенных и потом восстановленных, так называемых, то есть таких re-wetted, то есть где восстановлен водный режим. И это тоже проблема, как загнать туда технику, но можно, разные есть варианты. Во-первых, техника стала сейчас для этого не специально адаптированной, она гораздо легче, на каких-то на гусеницах или просто на таких очень надутых колесах, таких, которые легко проходят. Либо же это делается в сухой сезон, когда все-таки колебания уровня воды случаются. Хорошо, а добыча тоже там от ростника и рогоза, она не будет влиять на замедление процесса восстановления болота? То есть это вы предлагаете, именно вы восстановили водный баланс болота, да, и тут же, как бы, хозяйственную какую-то там, типа, деятельность, но оно, может быть, замедлит процесс восстановления болота? Не думаю, что это. Может быть, поэтому полудья культура не является восстановлением болота как экосистемы, это является фактически устойчивым сельским хозяйством, я бы так сказала. То есть это можно, скорее, сравнить с полем для, не знаю, с кукурузой, только с таким устойчивым использованием этого торфа, который там накопился. Ну, со временем там тоже наращнет уже хуже расти этот журогос или тростник, поэтому там могут быть свои... ну, и тогда можно его оставить, и оно тогда будет двигаться, собственно говоря, в направлении такого естественного восстановления болота. Потому что на естественном болоте, на таком хорошем естественном болоте, наверное, мало биогена, мало питательных веществ, потому что они все связаны в торфе, и там растительность такая скудная, я бы это так назвала. То есть скудная растительность на болоте, это хорошо. А Маша еще рассказать про экипировку и какие-нибудь приборы, которые используют на болотах, да, там всякие штучки, дрючки, ничего. Ну что ты намекаешь, что тебе так понравилось в каждой последней экскурсии? Бур какой-то, вот, расскажи. Бур. Бур это очень интересная штука, которая... Чего это писать? Это такая железяка, которая поэтапно вставляется в торф и вырезает оттуда, не знаю, как это так... Вырезает оттуда такие профили, торфяные профили, которые можно потом, зная, зная, как бы, зная, как можно это проинтерпретировать, можно рассказать про историю всего этого болота. Во-первых, торф это растения, которые там росли много-многом лет назад, там тысячелетиями, но которые не разложились полностью, потому что они, когда засохли, скажем так, они упали в воду, а в воде мало кислорода, и они не разложились. То есть они какие-то не... Вот листья на улице, которые за зиму разложились, их там нету, они в анаэробных условиях, то есть в без кислорода, они остаются. И вот так вот по миллиметру, в среднем по миллиметру в год, слой за слоем, накапливается растительность, которая растет на этом болоте. То есть, чтобы вырос метр торфа, надо тысячу лет. И из этого... Это вот такой архив остается. Кроме этих растений, туда попадает пыльца и деревьев, которые вокруг, и растений тоже сельскохозяйственных полей. Поэтому по торфяному профилю можно, например, определить, когда в этом регионе вообще началось использование, сельскохозяйственное использование земель людьми, то есть как бы еще там тысячи лет назад, там сотни лет назад, в зависимости от территории. Какие происходили изменения, потепление, похолодание, когда, почему стало больше воды, меньше воды, потому что на все это растения, которые там живут на болоте, они на это реагируют, соответственно, они потом отталкиваются вот этот торф, и вот так вот слой за слоем все это капливается. Все это делается, эти пробы торфа берутся под микроскопом, изучаются очень интересно, можно увидеть. И цель, ну, вы изучили, что там 10 тысяч лет назад был уровень такой, там, меня всегда заинтересует вопрос, не то, что практический, а вообще цель вот этого изучения. Вопросы, может быть, могут быть совсем очень разные. Когда сюда вообще появились люди, история возникновения здесь и культурной в том числе, и как менялся климат сейчас, очень идут бурные споры, что у нас потепление или похолодание, вообще есть ли это изменения, может, все это натурально, естественно. Почему люди ушли из-за этой местности, например, можно понять, когда запах. Понимаете, вот я представляю, если болото, которое откладывалось там по милене, другой тысячу лет, а если это болото, каким образом там люди наследить? Люди наследить? Да. Ну, туда попадает пыльца с растений, которые же наследить не на болоте. Например, есть возвышенная территория. А по виду растений можно определить. Есть такие виды, которые называются так называемые... В общем, виды растений, которые свойственны... Только люди? С людьми они приходят. Это так называемые сорняки на полях, вот эти, которые типичны при выращивании, например, каких-то зерновых культур. Все это там видно в этих профилях. Но это одно из... Один из вариантов с поля. изучение такого болота. Ну, для сохранения биоразнообразия, для парниковых газов. Я сказала, метр тысячи лет, а у нас много болот, которые там по 8 метров. Это 8 тысяч лет. Это вообще, что происходило. Мы тут сидим, гадаем, что же было тут 8-10 лет назад, а можно очень много оттуда почерпнуть. Это одно из направлений палеоэкология, так называемая. Я этим немножко занималась, но мне, честно говоря, это не совсем то, что, наверное, я бы хотела делать. То есть, это такая работа с микроскопом, больше в лаборатории, в кабинете или где-то. Мне больше нравится гидрология, это когда надо бегать по болоту, ставить пизометры, то есть, это измерять уровни воды, брать пробы воды, смотреть, почему здесь много кальция, там мало кальция, какие-то там биогены, почему, с какой стороны, что плывет, и почему это болото вдруг стало зарастать, а там вот кусок не стал зарастать, и что для этого надо сделать, чтобы его сохранить, либо, может быть, там вообще уже ничего нельзя сделать, и тогда лучше вообще ничего не делать. Ну, вот вы говорите, вам нравится бегать по болоту, определяете концентрацию, да, там, тут зарастает, не зарастает, да, и потом вы делаете вывод, там, что происходит с этим болотом, да, физически вы сколько болот можете за сезон отбегать, да, чтобы решить, что это... Во-первых, многие из этих вопросов требуют мониторинга какого-то, ты не раз прибежал, глянул, и все сразу понятно, надо посмотреть в динамике, как это изменяется в течение вегетационного сезона, в течение года, в течение, а лучше нескольких лет, а лучше вообще 10 лет, когда долговременные наблюдения, но это все тоже зависит от проблемы, которые стоят перед вами, чем больше группа, которая думает над одним вопросом, тем больше идей, тем больше, соответственно, и как бы, можно узнать, а одному, конечно, дольше и скучнее. А какие специалисты в команде вообще есть? Поехали болотоведы на болото, кто там должен быть, чтобы там оценить состояние болота, там, и все остальное? Гидрологи, ботаники, палеоэкологи, то есть те, которые по торфу, даже в полевых условиях могут уже определить, там, сильно разложенный торф, слабо разложенные какие-то по частям этих корней растений в этом торфе, определить, какие это были виды растений, соответственно, сделать вывод, насколько был высокий или низкий уровень воды, какого типа была эта вода, много биогенов, мало биогенов. Ну и лучше кто-то, кто может все это от всех вот этих взять и все это связать и сделать такую красивую одну историю для вот этого болота. Чем больше людей, тем лучше, но вот основные, наверное, направления такие. Вы как-то выбираете какие-то определенные болота, с которыми Вы работаете или Вы работаете, в принципе, со всеми болотами, которые, скажем, я не знаю, заказник для такого-то болота обозвали, все, Вы с ним работаете. Или какой критерий выбора, с каким болотом Вы работаете? Там, где есть самые большие проблемы сейчас, которые мы видим, что что-то с ним происходит не то, и это вот, ну, опять же, я возвращаюсь к званцу, территория также дикоя. То есть, это такой выбор emergency, то есть, какого-то такой скорой помощи, где видно, что что-то надо, что-то точно не так, там в первую очередь. Какие-то более такие научные исследования, такие basic science, то есть, производится выбор болот, может быть, наоборот, самое хорошее, самое устойчивое, можно выбрать и сравнить его с другим, почему же там так хорошо, а тут так плохо. Ну, разные критерии выбора. В принципе, я же выполнил алгоритм, то есть, есть какой-то специально обученный, грубо говоря, человек, который проехал по болотам, сказал, здесь проблема, обращай внимание, здесь все хорошо, и потом и команда решается, начинаем работать с этим болотом. Как вообще происходит пускай вот этот мониторинг, где проблемы на озере, ой, на болоте, а где не проблемы? Кто-то должен эту проблему обозначить, и о ней начать говорить, потому что, что болото зарастает, это тоже может быть не всегда проблемой. Это в случае вертлявого, если у нас есть вертлявая камышовка, например, и она стала превращаться в лес, то это может быть проблемой, потому что мы не хотим потерять этот глобально угрожаемый вид птицы. Поэтому туда кидаются все умы, чтобы подумать, почему же, что же и как же, что же можно сделать, чтобы это в ней случилось. Ну, и у нас нет какой-то такой службы, которая постоянно вот ездит, мониторит и что-то делает. Я лично являюсь, скажем так, приверженцем, приверженцем. Цей. Минимального вмешательства. Для меня, как бы, чем, есть такое выражение, better neck than imitation, то есть, лучше голый, чем имитация. То есть, лучше пусть оно зарастет, чем мы будем делать, превращать это в какое-то секвозитное поле, где там будем косить, сжечь, и я не знаю, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Но, когда вопрос встает, что мы, если этого не будем делать, тогда мы потеряем, например, вообще какой-то вид. Ну, может быть, я подумала бы еще, но все равно я бы склонялась к естественному, к естественному процессу. Причина зарастания турокского луга не в том, что там перестали пастись коровы. Были же луга и до того, как появились, в принципе, коровы в этом регионе. Но изменилась гидрология этой территории. То есть, если бы она часто заливалась водой и там достаточно долго, то там бы никакие деревья бы не выросли, они просто бы корневая система бы задохнулась. Поэтому, то есть, есть такие более естественные и устойчивые способы управления зарастанием в том числе. Поэтому применение вот таких механических, механических управляемых естественных наводнений, я бы сказала, а не управляемых. Может быть, наоборот, перестать управлять этой рекой или этим, чтобы оно в естественном... Вообще, дайте реке место, чтобы она разливалась и сливалась, чтобы это было естественным процессом. У меня вопрос про птиц, да, тут вот ноги вот бёрдеры. В чем разница верховые и низинные болота, да? Какое разнообразие? Где больше? Птицы везде же разные. Да. Я пойду и спрашиваю, где какие. Ну, хотя бы так примерно. Ну, разница между... А, список видов? Да, да, я имею в виду по месту обитания. Животные птицы, они же разные, на верховом, одни на низинном и другие. Надо лучше к корнитологам, конечно. на низинном. Ну, а в принципе, отличие. низинные болота питаются грунтовыми водами, то есть те, которые уже коснулись, то есть были какие-то осадки, коснулись они земли и попали либо с напорными грунтовыми подземными водами, либо стекли, заливные луга, болота могут быть, то есть при прибрежьях, около рек, озер. А верховые болота, в основном, называются сфагном, то есть там сфагновые мхи, это самый распространенный, это такой ковер вот таких красивых муков, очень приятно по нему гулять. А у нас воздуха? С осадками. С осадками. То есть это вода из осадков. Там нету, главное отличие, там нету минеральных растворенных веществ, то есть она, обычно pH у нее кислая, то есть довольно низкий pH, и там нету минералов, то есть растворенных солей каких-то. Поэтому обычно там растительность скуднее. И меньше в чистом виде, да? Ну, ржанка из таких интересных, точно на верховом болоте, могут быть между, могут быть озера на верховых болотах, там может быть ископа где-то гнездится, ну, есть интересные виды на верховом болоте, однозначно птицы верховые, интересные виды. А медведи на верховом или на низом? Медведи на севере Беларуси, на верховых в основном, но могут быть, наверное, и на минераховых, да. Медведи очень интересные виды, да. Самое ненарушенное болото, самое естественное, которое ты видела в своей жизни? Я не знаю, на будильник, что я должна бежать. Ну, последний тогда вопрос. Самое естественное, трудно так сказать. Вообще, в Европе не осталось, в том числе в Беларуси, вообще таких, которые не тронутые болота, потому что можно там за километры где-то добывать воду, например, для водоснабжения. Это уже повлияет на уровень воды на болоте, где-то, который находится, если это в зоне инфильтрации, в зоне водосбора. Поэтому, такого прям вообще вот не тронутого. Я слышала про Васюганские болота, это в России, самые большие-большие болота. Что-то туда поехала большая экспедиция, они думали, вот, наконец-то мы увидим болото, на котором вообще никто никогда не был. Они там на вертолете летели-летели, их только в одну сторону вертолет мог до середины долететь, потому что через все перелететь нельзя. И вот они на каком-то там острове, остров, минеральный остров, то есть высадились и думали, ну, вот, все, мы тут проведем несколько дней. Первое, что сделали, обошли, нашли какое-то кострище, где там, и вообще, как-то паста колги творилась, то есть там кто-то недавно был, и они такие, о, но. Возможно, но уже они его потоптали. Скажите, а вы только видовое исследование делаете или какие-то лабораторные тоже исследования? И где эти исследования проводятся? Непосредственно на месте или вы отдаёте какие-то лаборатории? Есть разные исследования, которые можно непосредственно на месте, такие химический анализ воды, например, сделать или химический анализ некоторые параметры. Или же взять пробы в лаборатории, ну, поскольку я училась в Варшаве, У меня там, скажем так, все знакомые мои там Я могу там сказать, слушайте, мне надо срочно Вот тут пробу одну сделать Или там какую-то Но в Беларуси это тоже можно делать Я думаю, что без проблем Это все связано исключительно с моими Воду, торф, почву Почву, если минеральные какие-то острова Или же под торфом Ну это такие основные параметры А сам торф исследуется больше под микроскопом Можно много оттуда На самом деле очень много можно прочитать Из-за вот этих торфяных профилей, которые берутся На вкус Кстати, можно пить вот так Прямо с верхового болота, если с фагмом Должна быть чистая вода, правильно? Ну, наверное, когда большое количество гумусовых веществ То это не очень полезно для нашего здоровья Но за один раз сильно навредить себе тоже не удастся Поэтому Но вообще я не очень про это знаю Про как оно влияет на здоровье А по поводу еще исследований Действительно, вот это, забыла Оля Напомню, что на вкус с зубами Это очень хороший способ Потому что, например, мы находили пробу И не были уверены Или это уже песок Или это все-таки еще какие-то кальций Или какие-то породы такие Сильно, сильно с... Как это? Да Ну и зубами Песок не удастся разгрыть А кальций вполне Попробовали Поели Поели, да Или же непонятно в торфе Либо есть минеральный там Какой-то Песок, скажем так, туда нанесло Не нанесло тоже Все в рот Попробовать пожевать Есть, нет Все понятно сразу Вообще на болотах очень интересно На самом деле Просто можно много Очень всего узнать Можно общаться С очень интересными людьми И это для меня Это всегда такой какой-то пазл Когда начинается складывать Там качество воды Тут как бы Тут растительность Ага Тут еще такое направление Там пришло оттуда Что-то тут поменялось И потом из этого пазла Такую сложить историю Это всегда очень интересно И обычно люди Которые этим занимаются Они очень интересные Мы заметили Мне страшно Где болото Скажем Я тоже с Полесь Я знаю Что там 6-7 метров Дна не достаешь Ты идешь Под тобой Эта самая Волна бежит Вообще страх Есть какой-то Что А вдруг провалишься Такого нет Ну разве далеко Ну как Вообще на Полесь Нет таких очень глубоких Болот Там морочные Единственное самое старое У нас На Полесь Довольно мелкозалежные Так называемые болота Я понимаю О чем вы говорите Есть такой способ Образования болота Это когда Озеро зарастает И там фактически Вот на него наползает Вот такая Террестерализация Этот процесс называется Сплавенно нарастает И можно подходя к краю Так значительно Опуститься под воду И можно быть даже Это не болото Это просто Скажем Зарастающее озеро Это образование болота Это молодой болот Нет Это вполне даже болото Там очень интересные бывают Знаю что ботаники Очень любят Такие сплавины Можно интересные Очень виды найти Мхов и растений Очень можно там Купаться в этом же Возе в озере Так что Если вы будете плавать То не страшно Достать себя из такого болота Вообще Да Про то что Не страшно в раз На себя достать Как-то Ну обычно Когда приходишь Ты видишь Все глазами Вообще Увязанность болота Это Ну единственное На верховых Где бывают такие черные Вот такие пятна Да Вот там только можно Наверное Террорически Где нет растительности А вообще По растительности Можно везде ходить Хотя вот тоже Хан Счистен Профессор Герой Грайс Он все время шутит Болото У него меньше плотность Чем у пива Поэтому мы ходим фактически По такому пиву Там 90 Около 90% Воды Да И поэтому Вот Если не ходили еще по воде Думайте что это нереально Вполне реально На болото Ну да Если интересно Если желание просто Попасть на какой-то такой Выход И вообще понять Ваше или не ваше Интересно этим заниматься Как хобби Как профессия Или как То вы можете всегда Как-то написать Не знаю Обратиться Как Мы делаем лагеря В летний сезон И можно присоединиться Съездить Посмотреть Все в обычном В восторге Потому что Ну ты не ожидаешь Такой красоты Кажется болото Да У нас в основном Когда тратеры едут с нами Снимают что-нибудь Такие едут Такие недовольные Грустные А потом приезжают Вау Я не думала Что она такая красивая Как бы Да Ну хорошо Спасибо тебе Марина Большое Будем ждать Неверных историй Приезжай к нам Хочай Спасибо вам большое Мне немножко Неудобно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому